здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность сегодня я хочу снять мой день на диете а я сейчас я вам уже говорила подсела на диету но где-то наверное еще на неделю наверно это у меня будет диета вот сегодня я снимаю вот мои диетические блюда кашу я снимать не стала а потому что я вам уже много раз и мою кашу показала просто одно и то же как бы глупо снимать а все одно и то же у меня сегодня была каша обычный мой рецепт 35 грамм геркулеса 250 миллилитров воды 100 миллилитров молока у меня был банан 180 грамм и был изюм то есть немножко изюма и кокосовое масло 5 грамм то есть моя классическая обычная каша такая вот и одно отварное яйцо одно отварное у меня не было сегодня зерненого творога поэтому я добавила одно отварное яйцо но для белковости для белковости моего блюда а вот сейчас у нас с вами обед и я сегодня решила сделать вот тоже блюдо знаете вот оля рюс что-то такое вот эдакое и мне ну конечно не знаю насколько оно русское но за типа такой знаете вот рагу похлебки ну не знаю так захотелось мне ложечкой ведь все не деревянной ложечкой буду есть потому что у меня мисочка и буду деревянной ложечкой из чего это сделала я вам сейчас расскажу вот это варианты мои абсолютно диетической полезной правильной еды что здесь у меня 300 это я на сырой продукт бега рассказываю вам сырое что я закидывала мультиварку это я все сделала мультиварки поэтому мне нравится все вместе там ну кроме овощей сразу закидываешь и все это готовится здесь у меня 330 грамм постной припостной свинины 155 грамм коричневого риса и 695 грамм овощей я положила сельдерей морковь лук и болгарский перец и 40 грамм изюма я очень люблю вот знаете добавлять вот в такие вещи где рис изюм потому что чтобы было вкусно вот был вкус нужно обязательно два вкуса чтобы было сладкое и соленое то есть они друг другу равновешивают и поэтому я знаю секрет как готовить вкусно обязательно должен быть баланс вот если сахара не добавить будь не то то есть не будет вот того вкусности той поэтому я добавляю изюм ну конечно специи вам по вкусу у меня всегда хмели-сунели там немножко соли но что в таком разрезе у меня получилась калорийность 89 килокалорий на 100 грамм это то о чем я вам всегда говорю это я могу есть много это очень-очень вкусно это сытно вот мы давайте сейчас посмотрим вот смотрите как там там много свинины вот смотрите она тут он густой такой укропчик помешаю сейчас смотрите какой он приятный немножко загустила псиллиум но я всегда это делаю уже в готовые когда я чашу мультиварки снимаю и чуть-чуть туда совсем псиллиума сыпли мгновенно он загущается и получается вот такой вот ну вот видите консистенция такая она не сильно желеобразная не люблю тут главное не переборщить с псиллиумом потому что из переборщи что он будет ну такой чересчур желеобразная так не люблю и вот у меня например моя порция это 500 грамм вот этой вот это овощной рагу с рисом свинины и изюмом аутентичное название моё авторское я всегда когда готовлю я никогда не готовлю по рецептам я на них опираюсь то есть я где-то услышала что вот такой рецепт или такой но я туда что-то свое добавляю или то что у меня есть в наличии то есть у меня всегда они как бы авторские значит 500 грамм это у меня 445 килокалорий и 100 грамм огурца 20 килокалорий и того 465 килокалорий я этой едой хорошо сейчас наемся она такая вкусная знаете мне нравится чувствовать вкус вот то кусочек свинины то изюм попадается такой сладкий хороший то морковка я знаете стар овощи кладу в последнюю очередь когда уже почти все готово чтобы они были до полуготовности во первых это полезно а во вторых мне очень нравится когда вот морковь немножечко такая знаете вот но тверденько да не то чтобы царая но так и знаете немножечко вот такая она тверденькая похрустывает слегка мне это нравится но еще огурцы добавит у меня вы смотрите получится 600 грамм еды на сейчас и вот это вот этим я сейчас наемся через час у меня будет чай пить и я вам покажу вот что я на диете и ужин тоже вот диетический что я ем в ужин то есть сегодня у меня день диеты и я вот так все время стараюсь сейчас но я уже много раз говорила что в моей ситуации человека который всю свою жизнь долгие десятилетия прожил с огромным весом то у меня вес пытается все время вернуться назад но это всем известно это правило гомеостаза и поэтому я все время держу руку на пульсе и как только я вижу что у меня вот набирается там полтора килограмма два я стараюсь сразу ну вот как-то на недельку сесть на мое питание пониженное и сразу же она быстро уходит вы знаете свежие килограммы они очень легко и быстро уходят это застарелая уже конечно долго держится вот и поэтому я сейчас вот посижу слегка на моей на моем питании на 1400 вернусь к норме потом постепенно немножко опять увеличу до 1900 до 2000 и опять так поживу а потом меня начинает сейчас новая эпоха новая эра это уличные тренировки конечно потому что наступила наконец-то весна стало тепло я просто не люблю по морозу потому что очень лицо страдает обветривают щеки то есть это очень мало ветер и мороз морщины закреплять я это не люблю и наконец я смогу сейчас полноценно тренироваться на улице а это будет сжигать большое количество калорий поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее вот мой обед теперь мы с вами прощаемся до вариант на час на час до варианта моего чая дорогие друзья час прошел наступило время чай пить и я сегодня поскольку на диете на то я сегодня решила есть как всегда мои любимые финики это сладость полезная натуральная у меня финики хорошие такие но не обработаны во всяком случае насколько я это знаю а там кто знает как это на самом деле но по описанию во всяком случае ничем не обработаны я пью всегда зеленый чай не потому что не из гордости а просто я привыкла одно время но всю жизнь я пила только черный а потом как-то вот когда появились сведения о зеленом чай ну лет 25 назад наверное и как то вот это пошло в массы тогда была мода мода на зеленый чай только появилось вы знаете у нас все моды то модно чиа то мода была помните зеленые зерна зеленого кофе пить то что такое всегда модно на что-то на ягоды годже и вот тогда как раз появилась эта мода на зеленый чай я все искала, мне так не нравилось, что не попробую какая-то дрянь, после черного крепкого индийского, цейлонского было непривычно советскому человеку переходить на какой-то там зеленый но потом я постепенно пробовала, пробовала вот в этих магазинчиках, где развесной чай продается на развес, и вот я буквально вот по щепотке покупала этого чая разного пробовала, мне ничего не нравилось, а потом я как-то остановилась, вот я пью, а вам говорю белочунь, мне он нравится, это такие три листочка, макушечка, и вот на мой взгляд у него такой чистый вкус ну как бы я хотела, чтобы был без привкусов этот чай, поэтому я вот его и выбрала здесь у меня 40 грамм фиников, потому что я уже давно их ем, я их тысячу раз взвешивала и я уже знаю, что косточка весит 1 грамм, и поэтому чтобы получить 35 грамм, я беру 40 грамм фиников и вот этот вот, я люблю так пить чай я, вы знаете, всегда 2 кружки чая выпиваю то есть я вот выпиваю чай пью вот досюда где-то примерно, и потом иду доливаю, и вторую еще кружечку вот так, это у меня все диетическая еда сейчас я вам скажу, сколько у меня здесь калорий, здесь у меня 98 калорий, килокалорий то есть это вполне, вот я сегодняшний день у меня диетический, я вам с утра рассказываю, вот, и я значит, вписываю но это обычная, то есть мне даже ничего не надо придумывать потому что это моя обычная совершенно еда такая вот привычная и я люблю вот эту всю мою простую еду сладкое нужно обязательно я в этом уверена что-нибудь сладкое или какой-нибудь батончик вот полезный вот знаете, сейчас продаются у меня такие есть я тоже чай пить и одно сниму такие, знаете, протеиновые батончики из орехов и вы знаете, я вот так орехи не ем потому что они везде вот россыпью продаются и я точно знаю вот у нас заходишь в магазин любой, вот, около дома и там такие, ну, знаете, лотки такие огромные, пластиковые там все этими орехами засыпано я думаю, что они мало того, что неизвестно старые, а не новые так они еще, конечно, обработаны тут говорить нечего от плесени, от насекомых от всего и я не хочу их покупать то есть мне как-то вот перед глазами встает, что никакой пользы я не получу все-таки вот в советские времена орехи все продавались в этом, в скорлупе и это был залог того что, по крайней мере, внутри они ничем не обработаны ну да, бывали не свежие грецкие орехи я помню это но все-таки вот они были в основном ничем не обработаны внутри а сейчас все орехи очищены поэтому я покупаю знаете, такие батончики хороших фирм ореховые которые из орехов состоят там разные смеси орехов полезные и они клянутся божатся, что там никакой обработки нет но некоторым фирмам я доверяю их и покупаю я вот когда буду ореховый батончик я теперь орехи ем то есть я орехи ем но в виде батончиков вот этих ореховых поэтому вот я вам показала мой чай скоро мы с вами снова встретимся на мой диетический ужин будем смотреть а вот, дорогие друзья еще один вариант моего ужина на правильном питании то есть это у меня творог с фальшивым кленовым сиропом который я купила творог я люблю вот такой вот не мягкий вот знаете, некоторые любят мягкий такой творог пастообразный а я люблю вот это обычный творог но он не совсем обычный он был 9% но вообще я ем 5% просто у меня теперь если есть выбор между творогом обезжиренным и жирным то я лучше возьму жирный вот раньше я долгие годы ела обезжиренный творог не понимая, что кальций не усваивается без этого жира то есть это было время моих ошибок сейчас я в среднем ну стараюсь чаще всего покупать 5% творог ни вашим, ни нашим то есть он и не особенно жирный не особенно калорийный но все-таки в нем есть молочный жир полезный а этот творог 9% просто он сегодня был по скидке я так подумала взяла мой хороший творог я такой творог люблю вот именно такими зернами и у меня здесь значит творог по 157 килокалорий у меня 200 грамм то есть это 314 килокалорий и плюс вот я сейчас налью примерно 2 столовые ложки фальшивого вот этого сиропа и этот фальшивый сироп калиновый он по 25 килокалорий то есть 2 столовые ложки тут написано вот он я его покупала специально на Ахербе он очень похож по запаху по всему на калиновый сироп это стевия то есть стевия я вам уже неоднократно показывала но не помню рассказывала ли я вот об этом значке вот этот значочек такой USDA органик это значит это маркировка американская если такой значок есть на продуктах питания знайте что в этих продуктах нет ни ГМО ни пестицидов что они суперорганические прошли все проверки но это так я я собственно не поэтому покупала но значок не смотрела просто я сейчас его увидела случайно а вот смотрите сейчас я переверну вот на 2 столовые ложки 30 миллилитров 25 килокалорий то есть здесь все по нолям видите то есть у него состав хороший видите все органическое 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 тапиока это загуститель органический тапиоковый крахмал имеется ввиду и вот сейчас я его налью сейчас я его открою примерно вот такая вот мембрана у нас сейчас мы его немножечко нальем так вот как раз это 2 тыбловые и будут вот так а ну да тут же мерное знаете такое вот нажимаешь на нее и она мерно выдает как раз вот вот я полила это сладкое это вкусное вот это все и сейчас я этим буду ужинать вот что я хотела сказать про творог на ужин я его ем периодически мне нравится я вообще такой творог люблю и вообще на ночь полезно есть козеин потому что он долго переваривается и очень надолго сытость создает и вообще творог ну как вы все знаете это прекрасный источник белков здоровых жиров в нем много витаминов группы B а также различных минералов кальций магний калий фосфор цинк есть и кисломолочные продукты вообще полезные и как мы все знаем вот все кисломолочные продукты они нормализуют микрофлору кишечника и вообще на ночь когда я его ешь ну вообще такие такого рода продукты они запускают восстановительные системы в организме я это много читала вот это все и я люблю вот такой вы знаете вот этот супер белковый ужин такой ну вы знаете тот сироп которым я полила там нет углеводов вообще то есть я сейчас ем чистый белок ну такой полезный чистый белок с чаем 200 грамм это нормально 9% все-таки творог у меня и жир молочный досытость все то есть я довольна этой едой и это вот в моем понимании у меня же свое как бы правильное питание мне кажется что вот это самое что ни на есть правильное питание эх забыла сказать мою аффирмацию а это непорядок когда творог доел думаю эх божечки не успела я сказать поэтому я буду говорить аффирмацию глядя на мою голову оленя над телевизором с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях я рукой махала только это не видно зато мы на моего оленя полюбовались пока